Ну а перед началом данного интереснейшего ролика я бы вам хотел посоветовать поучаствовать в отличном конкурсе от меня и от царя. Вы можете выиграть промокоды КЕНИАН, контейнеры, а также добавление в друзья на мой основной аккаунт, а также на основной аккаунт царя. Всё, что вам нужно сделать, это сделать репост данной записи, подписаться на наши ютуб-каналы и также подписаться на наши группы ВКонтакте. Довольно-таки простые условия и есть огромный шанс выиграть жёсткие нагибаторские промокодики в нашей игре. Вы любите халяву? Обязательно выполняйте условия, ссылочка на данный конкурс в описании. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Последнее время у меня не так много времени, чтобы записывать большое количество роликов, но есть одна определённая тема, по которой хотелось бы вам рассказать, про которую вообще у нас не имеется. Последнее время так много информации, не так много игроков и ютуберов вообще в принципе записывают такие ролики. И для кого не секрет, что сейчас у нас в игре проходит ивент с челленджами. Все набивают звёзды. Многие негодуют, что звёзды бить очень тяжело. Даже у меня в комментарии под одним из роликов пару игроков возмущалось то, что набивать звёзды тяжело. То, что ты там говоришь, что в день можно там легко набивать звёзды, получать эти 2000, это не так сложно. А на самом деле это всё тяжело, у нас так не получается. Мы не можем бить быстро звёзды, как ты рассказываешь. Именно, наверное, для этих ребят хотелось бы записать сегодня такой ролик. Многим игрокам интересно, какое вооружение является самым удобным для набития звёзд. На чём же лучше всего набивать. Почему я говорю так, что набивать звёзды очень-таки просто. Они там... Ну, нету тут такого ничего, чтобы вы не могли, блин, просто взять, набить 2000 звёзд, если вы играете, занимать первые места в катках и спокойненько нагибать. Если у вас имеется танк, имеется танк, вы понимаете, что нужно делать на карте, то, безусловно, с этим вооружением вы сможете набивать постоянно звёзды. Ну, то, что вы всегда будете набивать по 6, я вам не гарантирую, так как, ну, возможно, у вас не имеется определённо такого жёсткого нагибаторского, там, я не знаю, скилла, ещё чего-то. И, ну, 4 звезды стабильно с премиум аккаунтом можно получать на данном сочетании. И это сочетание, это не страйкер, это не фриз, это не те пушки, на которых я всегда привык играть, а это тот самый Вика Твинс, старый добрый Вика Твинс, который стабилен как никогда. Берёте стабилизированную плазму, которая не даёт сплэш урона на Твинсе, вуаля, и вы нагибаете. Ничего нового, ничего удивительного, как по мне, не имеется. Многие игроки убрали из своего вооружения, ну, так можно сказать, вычеркнули данную пушку, говоря то, что Твинс сейчас не нагибает, то, что на нём нельзя стабильно набирать опыт, но вы глубоко ошибаетесь, это та самая пушка, от которой сейчас не так много резиста, и та самая пушка, на которой очень-таки удобно, быстро, можно набивать звёзды, и вообще без особых проблем, вот как я сейчас, например, в катке, тут особо не потею, и то на первом месте спокойненько иду, противника, резистов от меня нету, конечно, мы сейчас катанём ещё пару каточек, чтобы вы убедились в том, что это не просто я там решил чуть-чуть повыпендриваться, то, что Вика Твинс нагибает, а на самом деле он нагибает только у меня, покатаем, покликаемся в быстрый бой, и вы сами всё увидите, вы сами увидите то, что данное устройство, что данное вооружение нагибает, Викинг, ну, это всем понятно, почему Викинг, самый удобный и самый практичный корпус у нас в игре, который только может быть, ну, а Твинс, всё увидите, кто не верит, то, что он нагибает, сейчас я вам это всё очень-таки просто докажу, поиграя пару каточек в матчмейкинге, отлично было бы, если бы меня ещё покидало бы, условно, в регби какой-нибудь, в штурм, вы проанализировали бы это всё дело, увидели, что реально, я тут решил не похайпить, не покликбейтить, а сочетание, на котором реально можно быстро набивать звёзды, 6 звёзд, стабилити, конечно, у меня пока премочки не имеются, и времени тоже особо нету, чтобы набивать большое количество звёзд, но всё же, если бы я бы стабильно бы поигрывал, можно так сказать, в последнее время, уже бы больше тысячи звёзд точно бы имел в своём арсенале, может, даже бы уже ближе к 2к приближался, но пока ещё моё время не пришло, неделя у нас первая, с челленджами уже подходит к концу, я думаю, что у всех есть шанс набить 2к звёзд, получить супер интересные, супер крутые, красивые краски, анимированные реально, годные краски, и смотреть на них очень приятно, как по мне, не только со стороны, но и на своём, танке, потому что, ну, как по мне, есть краски, на которые, со стороны смотришь, блин, они так жёстко, сочно выглядят, а когда одеваешь сам эту краску, думаешь, блин, да ну нафиг, фигня какая-то, ничего неинтересно, некрасиво выглядит, и на таком даже играть не хочется, но, что касаемо именно-таки данного челленджа, давайте мы сейчас даже откроем, которые красочки у нас здесь даётся, что Тессеракт, краска очень красивая, что даже светодиоды, лава-лампа, блин, ну, приятно, приятно смотреть на такие краски, реально, годно сделаны, гроза, не буду говорить про Звездопад, Звездопад не очень, как по мне, ну и Хантера Жига, что касаемо, ребятки, именно-таки Хантера, тут, я ничего не могу сказать, мне корпус не нравится, поэтому, как бы, даже, что он имеется там, ХТ, не ХТ, мне он не интересует, мне он не интересует, может, кого-то он, конечно, интересует, и кто-то будет на нём играть, за счёт того, что он у вас будет иметься, именно-таки ХТ, но мне он не интересует, у каждого своё мнение, поэтому как-то так, пикаемся дальше, надеюсь, что сейчас меня быстро закинет в быстрый бой, очень на это надеюсь, и желательно был бы какой-нибудь, наверное, режим регби, или штурм, потому что, посмотреть на данное сочетание, вам было бы интереснее, именно-таки, в данных режимах, но не на флажках, вот СП-шка, неплохой вариант, карта не самая маленькая, что касаемо, именно-таки, данного вооружения, то я забыл, конечно же, сказать, что, по сути, не имеет значения, ни карта, ни формат, вот это то самое сочетание, это не фриз, который, условно, может нагибать на небольших картах, а на больших картах, он не будет полезен, это не страйкер, который может, там, не знаю, где-то тянуть, где-то не тянуть, это то самое вооружение, которое, по сути, тянет, что там, что в одном режиме, что в другом режиме, что на одной карте, что на другой, что на большой, что на средней, что на маленькой, не имеет значения вообще никакого, где вы будете гонять, где у вас будет что-то получаться, где у вас не будет получаться, поэтому, смотрим цпшку, быстрая катка, и я думаю, что здесь особых проблем у нас точно не будет, ничего сложного здесь не должно быть, даже при том количестве резистов, которые у нас тут в бою оказалось, целых 4, но они, по сути, не так сильно все тут прокачаны, поэтому можно стабильно брать, нагибать, ну и еще тут всякие харьки играют, но это вообще очень-таки просто, как по мне, и стабильность, стабильность, это та пушка, которая по-любому приведет вас к первым позициям, и по сути, она не нуждается в каком-то индивидуальном скиле, здесь ничего сложного нету, даже если вы там условно играете на 3-м обайле, и для вас играть намного-таки тяжелее, например, на таких пушках, как страйкер, там, не знаю, арта, в принципе, у нас сейчас не пользуется спросом, но тот же даже рикошет, то на твинсе, ничего сложного вообще, в принципе, нету, простая пушка, зажали пробел, едете, стреляете, нагибаете, довольно-таки просто, и без особых усилий, 165 опыта, 70 у второго места, что может быть лучше за 2 минуты-то? Я даже не знаю, что сказать, что, что сказать именно-таки, в противоречии данному вооружению, сказать, что, например, тут имеются какие-то минуса, то, что оно бывает где-то не рулит, ну, безусловно, если будет против, стабильно, там, я не знаю, 3-4 резиста, 50 процентов, которые будут постоянно на вас ехать, и постоянно будет вас контролить, то, ну, безусловно, у вас не будет все так однозначно получаться, и могут быть какие-то осечки, нестабильность какая-то минимальная, из-за того, что просто по вам будет, по вам будет фокус прилетать, ну, а так, индивидуального контроля нету, и вы стабильно нагибаете, без особых усилий. Мне все нравится, я обожаю данное сочетание, хоть в последнее время особо на нем не играю, но так как оно является немножечко примитивным, таким простым, а я любитель таких уж пушек, ну, фриз это понятное дело для меня, это пушка на вот прям самое, самое то, что надо, самый сок, но оно не такое стабильное, именно таки для набития звезд, для матчмейкинга, поэтому, твинс, это то, что вам нужно, если у вас не имеется данное вооружение в гараже, если, если, например, вы играете, там, я не знаю, на рельсе какой-нибудь, и у вас не получается набивать звезды, и вы думаете, что, блин, зачем мне их набивать, это так сложно, у меня ничего не идет, то, прикупите скидочки, у нас сейчас будет, прикупите твинс, купите самое простое, самое особо недорогое устройство на твинс, которое отключает сплэш урон, и, с которым вы не получаете само урон по себе, и нагибайте, ничего сложного, как вы видите, даже вот сейчас у нас в катке, сколько, 8 резистов от твинса, да, как бы, то, о чем я говорил, одевают ребята 50%-ники, и даже твинсу не мешают эти 50%-ники, я вам скажу так, если, по вам индивидуально никто не будет работать, не будет никто вам прям вот специально мешать, даже вот если так будет гром просто бить, ничего не сделает, это та пушка, которая не чувствует резист, и все, что ей может помешать, это только условный там шафт, или страйкер, который будет по вам сводиться, но это, но это просто то, что может мешать любому вооружению, если по тебе будет просто специально фокусить, и по тебе будет специально работать, давайте даже сейчас покажу, я надеюсь, что я его даже перестреляю, нет, нет, по мне шафт разрядился, а так бы можно было бы даже данного игрока, мне кажется, забрать, 8, нет, не 8, 6 резистов, казалось бы, пора менять пушку, и, если бы я бы играл бы не на твинсе, то я бы 100% сказал бы, что данное вооружение уже заходить не будет, и здесь я хочу привести пример, турнирных боев, даже, тренировки, официалки, где в формате хард мы всегда стабильно используем твинса, почему мы его используем, даже если противник имеет условно 4, 5, может 6 резистов, ну, все знают, что бои у нас проходят 6 на 6, почему твинс используется? Тот урон, который она наносит, понятное дело, что там не 50% резисты, так как МПК у нас выключено, и нельзя иметь максимальный рез, именно таки, но даже против 6-35, твинс будет полезен, и будет вносить отличный импакт, не только для себя, но и для своей команды, вы будете постоянно держать команду в тонусе, стабильность приносить, и, ну, если сравнивать вообще, в принципе, пушки все, все, которые у нас имеются пушки, и что-то выделять, твинс можно выделить по одному фактору, это самая стабильная пушка, так как, зажав пробел, можно так сказать, положив на пробел кирпич, вы все равно будете наносить урон по противнику, и вы все равно будете полезны своей команде, довольно таки примитивно, довольно таки просто, но, как есть, как есть, вот именно этим славится данная пушка, и, по сути, даже, нужно на ней уметь играть, нужно на ней уметь играть, и я не могу сказать, что любой желающий будет так же полезен, например, как игрок, который полностью умеет правильно владеть данной пушкой, понятное дело, что она простая, понятное дело, что индивидуальных каких-то решений на ней не нужно принимать, как, например, на страйкере, где бывает очень зависит полезность вашей пушки от правильных решений, если вы будете правильно распределять свой урон, сводиться, например, в определенный момент, или же просто стрелять одиночными снарядами, то здесь таких индивидуальных каких-то движений вам не нужно, но все же здесь имеется какой-то определенный уровень скилла, который вам необходим, чтобы быть более полезным, ну и нужно, конечно же, понимать, что постоянно на любой даже пушке, это даже не твинс, а любая пушка, если вы видите резист, например, как сейчас, да, я увидел игрока с резистом 50%, а рядом проезжал бы поцик с 30% или еще с чем-то, безусловно, вы должны сразу понимать, что 50% это хорошо, но его нужно как можно больше попытаться заигнорировать, и задамажить именно того игрока, у которого резиста либо нету, либо у него меньше резист, либо вот, например, как здесь Хорек, а не Викинг, там какой-то Титан или еще что-то, еще одно первое место, совпадение, ну когда 6 резистов против, я не думаю, что это совпадение, давайте еще одну, последнюю, такую завершающую прям каточку, ух ты, Ред Алерт, ну жалко, что ЦП, если бы Ред Алерт был бы у нас еще в режиме штурм, было бы вообще, наверное, так показательно, красиво, ну давайте ЦПшечку, и в принципе, по сути, мы увидим 3 карты, одна ближнего боя, Ред Алерт я могу назвать именно таки картой ближнего боя, будущее, среднего боя карта, и Брест, большого, длительного, дальнего боя, именно таки карта, как раз 3 сравнения, отлично у нас получается в этом плане, ну и, стабильность Твинца, я уверен на 100%, что здесь, на этой карте, у нас Твинц будет, намного таки полезнее, чем на Бресте, но даже там, вы видели сами, при 6 резистах, Твинц был полезен, и это не совпадение, не какое-то, это реально, та пушка, которую можно использовать везде, всегда, и никогда у вас не будет в этом плане никаких проблем, что касаемо, харьков, васпов, да даже викингов, которые не имеют резиста Твинца, это просто страдалово, это настолько быстрый урон, и настолько больно, смотреть именно таки, например, если вы сами играете, без резиста Твинца, и по вам работают, то, это очень больно, честно, честно, это неприятно, вот даже вот сейчас парень, просто, ну, он не может ничего сделать, он не может сделать против Твинца, абсолютно ничего, и спокойно вы сможете его переиграть, передамажить, будь он там на фулнарке, с овердрайвами, с аптеками, с чем бы он только не был, вы все равно будете нагибать, да, это прелестно, это нагибаторски, и на этом очень приятно играть, с одной стороны, немножечко однотипно, кто-то любит поиграть, даже как и я, любит поиграть на каких-то других вооружениях, где нужно иметь какой-то скилл, но, здесь все просто, берете, нагибаете, ни о чем не думаете, зарабатываете звезды, и не говорите мне потом, то, что набивать данные звезды тяжело, тяжело занимать первые места, уверен, что сейчас у нас в комментариях уже будет написано сообщение, типа, да что ты рассказываешь про свой Твинц, у тебя же резист 25%, ну, ребят, 25% резист, который я не меняю, это, наверное, то, просто, мне лень переодеваться, по сути, и, на данном резисте, просто я могу этого не делать, у меня, как бы, имеется, резист 25%, и, как бы, ничего более мне не надо, как бы, и против одного вооружения, могу быть стабилен, и против другого вооружения, я могу быть стабилен, но 25% это не 50%, и если бы я бы постоянно переодевался, я бы еще больше вносил бы импакта своей команде, еще больше бы приносил бы именно таки пользы, ну, а так мне лень, и даже при этом у меня имеется какой-то минус, поэтому говорить то, что за счет своей 25-ки, я спокойно занимаю первое место, это неправильно, потому что, если я буду переодеваться под противника, и буду иметь как минимум там от 4-6 игроков из 8 резист 50%, то я буду приносить пользы команде еще больше, и еще больше я буду отрываться, и еще больше опыта я буду набирать соответственно, поэтому, дело не в резисте, дело в вооружении, дело в этой самой пушке, которая всегда будет полезна, я думаю, что вам уже надоело слушать, сколько я раз это сказал, но, оно так и есть, самое простое вооружение, и самое нагибаторское, Red Alert, будущее, я бы вам еще много, много бы карт показал, много бы режимов показал, для всех тех, кто не верит, что оно так, но это будет уже чересчур примитивно, это чересчур неинтересно будет соответственно, поэтому, для всех тех ребят, которые досмотрели данный ролик до конца, и определенно поняли, что оно так, что данное вооружение имеет смысл быть, и то, что на нем реально можно спокойно брать, и набивать данные звезды, определенно какой-то плюс, из данного ролика, и какой-то, даже не знаю, как правильно сказать, бонус, от меня, получили, набивайте звезды, ничего сложного нету, спокойно, просто, не спеша, времени много, получайте крутые призы, реально достойные, призы, и всего хорошего, всем спасибо, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok